Всероссийский день бега. В минувшее воскресенье лабытнанские спортсмены отметили легкоатлетическим кроссом. Семь мужских команд соревновались на дистанции в три километра. Состязания прошли на объездной дороге Лабытнан-Гихарп. Кто из участников оказался самым быстрым, расскажет Виктория Кузменко. Пасмурная и ветреная погода не помешала спортсменам. Забег в зачет спартакиады мужских команд – дело традиционное. Такие соревнования проводятся ежегодно. Другое дело, что в этом году соревнования приурочили к Всероссийскому дню забега. Дистанцию в три километра преодолевали команды семи трудовых коллективов города. Сегодня мы проводим зачет спартакиады мужских команд. Следующий вид – он предпоследний, кросс. Участников 34 человека. Не участвует команда Заполярье. По каким причинам, я не знаю. Остальные очень много личников. Кроме того, показать свою активную жизненную позицию, пробежать в забеге и дать пример другим, смогли и участники антинаркотического марафона. Таким образом, они поддержали инициативу, принятую на Всероссийском съезде волонтерского антинаркотического движения. И поэтому мы сегодня пригласили всех тех, кто вместе с нами, членов антинаркотической комиссии, и наших представителей отдела молодежи, волонтеров, чтобы они пробежали в этот чудный день и поддержали такую хорошую идею. По правилам соревнований в командном зачете учитываются три лучших результата. Однако бежать могли все желающие, ведь во внимание принимался и личный результат. В личном зачете победа по праву досталась Евгению Беляеву. Спортсмен признается, что его переполняет чувство гордости, ведь он уже не первый год становится лидером такого рода соревнований. Конечно, гордость есть, я даже вот так скажу, ощущения, как это я говорю, непередаваемые ощущения, я вот так скажу, потому что этот северный климат все-таки очень сказывается, ветер, суровые слоя, поэтому кто тут выдерживает, тот очень сильный человек, вот, и духа, и воли, и воли в победе. К финишу пришли 33 участника. Один спортсмен, к сожалению, сошел из дистанции. По результатам командного зачета первой стала «Юность», второе место у команды «Учитель», а почетное третье место заняла команда «Динамо». В антинаркотическом забеге не было победителей и проигравших. Своим примером его участники показали, с чего начинается путь к здоровому образу жизни. Виктория Кузьменко, Анна Горбуднова, Кирилл Сементьеев. Программа «Время местное».